Аппарат Токтоса, Джашу Токтой, Созита, ИВЛ аппарат, безушу мамлекеталпырные кредитки, сбора Чипалауста. 13 июня родители детей, страдающих от спинально-мышечной атрофии и детей, дышащих с помощью трахистомы и ИВЛ, вышли на мирный митинг. Они обратились к президенту и премьеру-министру с просьбой выделить им препарат Резиплам, а также обеспечить их аппаратами искусственной вентиляцией легких. Как говорят собравшиеся, до этого они несколько раз ходили в Минздрав, и даже после обещаний ничего не изменилось. Несколько родителей пригласили в здание Дом правительства, где с ними провели встречу первый замминистра труда соцобеспечения миграции, представители Минздрава и эксперты ведомства. Чиновники заверили, что помогут с приобретением аппаратов для легких, а также что включат в бюджет на следующий год пункт о закупке жизненно важного препарата Рездеплам. Спинальная мышечная атрофия – генетическо-нервно-мышечное заболевание, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга и приводит к нарастающей мышечной слабости. ИСМА считается неизлечимой болезнью. Пациенты принимают только поддерживающие препараты. Один флакон такого препарата стоит около 9 тысяч долларов. Субтитры создавал DimaTorzok